Доброе утро! Продолжает вещание. Я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. В Черкесске на базе городской поликлиники заработала программа медицинской реабилитации для тех, кто перенес коронавирус. По итогам обследования углубленной диспансеризации пациент получает направление от специалиста. И тот оказывается в надежных и профессиональных руках реабилитологов. Фатима Даурова подробнее о программе. Углубленная диспансеризация пациентов, перенесших COVID-19, помогает определить нуждающихся в восстановлении людей. Особое внимание при диспансеризации уделяется выявлению изменений, возникших в связи с перенесенной болезнью и направлению усилий на предотвращение осложнений. Углубленная диспансеризация проводится в целях своевременного выявления, лечения, диспансерного наблюдения хронических неинфекционных заболеваний, которые возникли вследствие перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. Этот вид диспансеризации представляет собой комплекс мероприятий, рассчитанных на два этапа. На первом проводится расширенный набор медицинских анализов, определяющих общее состояние пациента. При выявлении показаний граждане направляются на второй этап, который включает в себя проведение эхокардиографии, компьютерной томографии легких, дуплексного сканирования вен нижних конечностей. Если выявляются хронические заболевания и ухудшение состояния, то по показаниям назначается лечение, проводится медицинская реабилитация, организуется диспансерное наблюдение. Если где-то мы уже выявляем патологию, отклонение от нормы, в условиях нашей поликлиники создана амбулаторная реабилитация. Как раз она направлена на тех пациентов, которые переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В рамках этой реабилитации каждый пациент у нас может получить и медикаментозное лечение, механотерапия, физиотерапия, массаж, ЛФК. Всем этим занимается у нас реабилитолог. Заведует отделением физиотерапии опытный врач, высококлассный специалист своего дела, врач-реабилитолог Зарема Капсергенова. Коллектив отделения уже не первый год ставит людей на ноги, оказывая медицинскую и профессиональную помощь в восстановлении здоровья пациентов. У нас есть кабинеты массажа, ручного массажа, есть кабинеты вакуумного массажа, есть процедуры светолечения. Это входит сюда и диадинамические токи, и синусомоидальные токи, и магниты различные. Мы пройдем, посмотрим с вами. Пациентов по реабилитации мы посылаем и на четвертый этаж, там у нас находится парафинотерапия, находится механотерапия, находится кабинет лечебной физкультуры. То есть все условия практически у нас есть. Для прохождения углубленной диспансеризации можно записаться через единый портал государственных услуг, а также обратившись в медицинскую организацию по месту прикрепления. Важно, чтобы факт перенесенной болезни был подтвержден на уровне медицинской организации. По желанию, гражданин, в отношении которого отсутствует информация о перенесенной коронавирусной инфекции, также может пройти углубленную диспансеризацию. Обязательным условием в этом случае является подача заявления о желании пройти ее на имя руководителя медицинской организации, в которой пациент получает первичную медико-санитарную помощь. Фатима Дорова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии продолжаются декады национальных литератур. На этот раз читальный зал Республиканской библиотеки имени Халимат Байрамуковой стал площадкой для показа культурного наследия черкесского народа. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. В этой небольшой сцене артистов Национального театра имени Мухарбека Акова частичка традиций, о которых писал в своем произведении Белла классик отечественной литературы 19 века Михаил Лермонтов. Понятно, что собрать в одном месте все культурное наследие даже одного народа невозможно. Однако на некоторое время представляющие его виды искусства стали экспонатами национальных литературных вечеров, проходящих в эти дни в честь столетия Карачаева-Черкесии в Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Одно из основных направлений в деятельности черкесского театра – это все-таки сохранение художественного черкесского языка. И в связи с этим я хочу отметить, что интерес к театру помолодел. Мы сейчас можем привлечь больше молодежи, молодежь более заинтересована, и это не может не радовать. Сегодня немало говорится о том, что подрастающему поколению не прививается любовь к национальной литературе. О традициях своего народа молодые люди мало что знают. Однако при виде выступлений этих юношей и девушек за самобытное будущее чуть меньше беспокойства. Проведение декад подходит к финишу. Только что провели мы декады литератур народа четырёх этносов. Сегодня мы проводим декаду литератур культуры черкесского народа. Примечательно, как было здесь отмечено, это событие проходит накануне столетия Карачаева-Черкесии. Сталетия нашей государственной национальной библиотеки. Для этой цели мы много сделали, чтобы встретить достойно эти два юбилея. Как верно подметили гости и участники литературного вечера, необходимо сохранять и продолжать развивать все направления культурного наследия. И рассказывать о достижениях народов Карачаева-Черкесии в различных сферах деятельности на наглядных примерах. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. В республике прошел седьмой традиционный республиканский конкурс фортепианных ансамблей. В связи с последними событиями он последние пару лет не проводился. Но организаторы решили возобновить конкурс. Отличие этого культурного форума в том, что дети играют на фортепиано парами. И в этом году они показали достаточно высокий уровень исполнительского мастерства. Сразу несколько призовых мест завоевали учащиеся детская музыкально-эстетическая школы Черкеска. И сегодня в эти минуты в нашей студии заведующая фортепианным отделением этой школы Елена Жандарова расскажет моей соведущей Белле Джозаевой о своих воспитанниках и их педагогах. Доброе утро всем! Доброе утро, Елена Александровна! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Вы пришли сегодня с хорошими новостями. Ваши воспитанники на седьмом конкурсе фортепианных ансамблей отличились. Очень успешно выступили. Мы все знаем, что из-за последних событий этот конкурс прерывался. И вот в этом году решили возобновить. Это очень престижный республиканский конкурс. Вы постоянно участвуете. В этот раз как вы выступили? Доброе утро, Белла! Очень приятно, что вы позвались сегодня меня сюда. И, конечно, я хотелось бы поделиться успехами. Успехи это не только лично мои. Это успехи всего нашего отделения. Преподаватели нашего отделения готовили ансамбли. Фортепианные ансамбли – это дуэты. Два человека за инструментом. К конкурсу прошли успешно первый тур, отборочный. И по результатам первого тура уже шесть ансамблей выступали непосредственно на республиканском конкурсе. Да, это много шесть. Да, шесть ансамблей – это двенадцать человек на минуточку, которых надо собрать, привести в готовность номер один и успешно выступить на конкурсе. Я считаю, что нам это удалось благодаря профессионализму преподавателей наших, таланту и работоспособности наших детей. Вот шесть ансамблей, двенадцать человек. У каждого ансамбля были свои преподаватели? Да, у каждого ансамбля свои преподаватели. Некоторые ансамбли были оба учащихся, обучаются у одного преподавателя. А вот я лично готовила в дуэте с Цековой Евгенией Вениаминовной два ансамбля. Как шла вообще подготовка к этому конкурсу? И когда вы узнали, что он в этом году все-таки будет проводиться? Вы знаете, конечно, он должен был проводиться годом раньше, но в связи определенных обстоятельств это не произошло. И, конечно, мы с радостью узнали, что организаторы, это музыкальная школа поселка Московский, все-таки взяли на себя такую ответственность и приложили массу усилий для того, чтобы в этом году этот конкурс состоялся именно в режиме, как сейчас говорят, оффлайн. Да, чтобы дети выступали вживую, на сцене, за хорошими инструментами. В этом плане организаторы очень хорошо постарались. Ну и мы, как говорится, тоже не ударили в грязь лицом и готовились к первому тору, который проходил в режиме онлайн. Еще не было возможности подготовиться для живого исполнения. Вот. И мы очень рады. Мы очень рады, что это событие состоялось. С живым исполнением, конечно, ничего не сравнится. Это понятное дело. Насколько сложными были произведения, которые вы выбрали? Что вы представили на суд жюри? Произведения все соответствовали требованиям, которые разработали организаторы конкурса. В каждой группе были определенные требования. Поэтому наши ребята, конечно же, выступали с программами, которые соответствовали их уровню. Но мы показывали только в первой и второй группе своих детей. Это младшая и вторая группа. Там, конечно, требования попроще. Но, тем не менее, для возраста наших участников они были довольно-таки, ну, не то что значимыми, но соответствующими такими. Это классические произведения? Да, это и классические классиков прошлых веков, классиков в том понимании, в котором обычно употребляют это слово. Это произведения Моцарта, это произведения Баха были. Также это были произведения современных авторов. И Блантера, и Слонимского, и Чемберджа. Ну, в общем, много было разнообразия. Хочу у вас спросить, как у педагога с огромным опытом и музыканта. Насколько важно детям участвовать в подобных конкурсах? Ну, вот мое личное мнение, и его, в общем-то, придержатся многие музыканты, что в конкурсах нужно участвовать. И чем больше, тем лучше. Потому что, во-первых, профессионально очень растет ребенок. Он овладевает уже за время подготовки определенными техническими навыками, которые при обычном посещении занятий он бы преодолел, допустим, за более длительный срок. Приобретает уверенность в себе. Все вот эти участия в каких-то показательных выступлениях, концертах, конкурсах, они вот именно воспитывают в детях уверенность. Они уже более свободно общаются. Они могут себя показать. Они могут привлечь к себе внимание зрителей, привлечь к себе внимание слушателей. Ну и, естественно, благодаря этому и добиваться каких-то своих целей и задач. Ну, мне кажется, что это все-таки палка о двух концах. Вот волнение, оно же у этих маленьких детей все-таки присутствует. Может, какой-то вред есть? Ну, вы знаете, конечно, при огромной пользе есть и какие-то моменты отрицательные в конкурсе. Особенно при работе с маленькими детьми, потому что иногда их приходится натаскивать на исполнение какого-то технически трудного элемента. И иногда можно увлечься так, что ребенок совершенно перестает мыслить самостоятельно, и он уже как маленький робот делает то, что говорит ему педагог. Но мы стараемся этого избегать. Мы все-таки стараемся воспитывать индивидуальность в детях. Ну, а чтобы избежать стрессовых ситуаций, так сказать, это надо, ну, во-первых, быть на 100, а то и на 120 процентов готовыми к выступлению. Нужно, чтобы педагог был всегда рядом, всегда поддерживал своего ученика. И, пожалуйста, вам открыта дорога и на конкурс, и на какие-то олимпиады, на концертные выступления. А как часто вы сейчас участвуете в конкурсах подобных? Вы знаете, мы стараемся участвовать в различных конкурсах, потому что программа конкурсов бывает также разнообразной. И для того, чтобы показать и техническую сторону, и академическую сторону. Сейчас огромное количество конкурсов онлайн проходит. А если, конечно, есть возможность, уже начинают возрождаться конкурсы, так сказать, вживую. В нормальном формате. Да, в нормальном формате. И мы готовимся вот сейчас, в этом году, также возобновляют работу. Один из престижных конкурсов в нашем регионе, это Кисловодский конкурс. Вернее, он не Кисловодский, он в Кисловодске проводится. Международный конкурс юных концертмейстеров. Замечательный конкурс. Мы на него вот так же готовимся в этом году. Хотели бы успешно выступить. Мне остается пожелать вам успеха, удачи. Я думаю, что у вас все получится. Спасибо большое. У вас очень много одаренных деток. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам. Спасибо еще раз за приглашение. Спасибо. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состояли соревнования школы безопасности для учащихся со всех районов республики. Организаторы МЧС России по Корчаево-Черкесии и Центр дополнительного образования Черкесска. Альбина Курочинова, Кенжева. Подробнее. Республиканские соревнования спасательного мастерства проводятся в одиннадцатый раз. В предыдущие два года из-за ковидных ограничений мероприятия проводились в заочном формате. Теперь ребят и педагоги рады приветствовать друг друга воочию. Право поднять флаг под гимн страны было поручено победителям прошлых лет Усть-Джигутинскому району. Представители руководства МЧС поблагодарили ребят за позитивный настрой и участие. И напутствовали участников проявить себя на межрегиональном этапе, а затем попасть и на всероссийские соревнования. Состязания проходят в три этапа. Два человека у нас на шлюпке, вот на время определенное расстояние проходят. Потом метание в круг конец Александрова, это спасательное средство, и спасательного круга. Что пожелаете участникам? Пожелаю всем участникам победы, крепкого здоровья и всего наилучшего. Команды делятся на три части по четыре человека. Организаторы говорят, ребята дружно и сообща решают, как можно пройти то или иное препятствие. Боевой дух участников демонстрирует, насколько ребята хотят пройти в финал. Сегодня у нас пожарная эстафета, сегодня у нас соревнования на воде и полоса препятствий. Огромную помощь нам и поддержку оказывает главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской республике. Сегодня я хочу им выразить особую благодарность. По итогам соревнований победившая команда отправится на региональный этап в Дагестан, где с достоинством проявит себя. Альбина Курочинова, Кенжио, Максим Долгов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня наше эфирное утро с чаем и домашней выпечкой. Не случайно. 21 апреля отмечается Международный день пряника. Этот праздник относится к категории забавных. И он, безусловно, порадует сладкоежек. Кондитерское изделие изготавливают из специального теста. Обычно его замешивают на меду. Хотя сегодня все чаще используется обычный сахарный сироп. В тесто нередко добавляют яйца, различные специи и пряности. Испечь пряник можно с чем угодно. Все зависит от вкуса. Это блюдо пользуется большой популярностью во многих странах. Считается традиционно русским десертом. Хотя на самом деле первые упоминания о похожей выпечке встречаются еще в Древнем Египте. Они выпекали медовый хлеб, который тоже может считаться первым пряником. Спустя много веков немцы начали изготавливать лепкохен. Теперь так называют особые пряники, которые выпекаются специально к Рождеству. Конечно же, ждать праздника не обязательно. Его можно испечь в любой день, когда хочется порадовать близких. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. А в 14.30 смотрите Вести вместе с Аллой Динаевой. Хорошего дня. До завтра на канале Россия 1. Субтитры подогнал «Симон»